Финальная разминка за 10 минут до начала балета. Зрители уже в зале в предвкушении представления. Коллектив Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана уже в третий раз приезжает в Нижний Новгород. В этот раз он привез спектакль «По ту сторону греха» по роману Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Несмотря на то, что премьера этого балета состоялась ещё в 2013 году, эта постановка прославленного балетмейстера вызывает большой интерес у ценителей балетного искусства. Балеты мы смотрим в Питер ездим, посмотреть в Санкт-Петербург, в Мариинке в последний раз в мае были. Так что балет для нас не нов, но балет именно этой школы очень интересен. Я поклонник большой Эйфмана. Я уже смотрела Анну Каренину, я смотрела «Страсти Бородену». И очень многого поэтому жду от вот этой постановки. Я поклонник классического балета, и современный балет меня просто поразил. Оксана Селиванова недавно переехала из Калининграда и старается посещать все культурные мероприятия в городе. Любовь к балету ей привили родители с детства. Для меня это дебют. Для меня это первая встреча с Эйфманом, но наслышана, поэтому жду ещё больше. Спектакль создан на основе музыки Рахманинова, Вагнера и Мусоргского, художник-постановщик Вячеслав Окунев. Братьев Карамазовых исполнили два ведущих солиста театра – Игорь Суботин и Дэниел Рубин. Дэниел сыграл роль Алексея Карамазова. Он родился в Америке, однако связал свою жизнь с театром в России. Он рассказал, с какими сложностями он столкнулся, когда готовился к этой роли. Мне было сложно найти всё-таки суть Алексея, но раскрыть это и довести до уровня нашего театра было достаточно сложно. Борис Эйфман уже ставил балет по произведению «Братья Карамазовы» в 1995 году. В новой версии была кардинально переработана постановка. Игорь Суботин, исполнитель роли Дмитрия Карамазова, рассказал о основных отличиях двух постановок. На мой взгляд, немножко другая режиссура, немножко концепция поменена где-то в каких-то сценах. Ну плюс ещё танцовщики, они тоже со временем растут и в каких-то технических моментах становятся сильнее. Финальный показ балета «По ту сторону греха» пройдёт 29 сентября в Нижегородском театре юного зрителя. Спешите видеть. Ольга Абрамова, Василий Низов. Время новостей.